С вами Коинпост. Уже этой осенью транзакции биткоина станут более конфиденциальными, а пропускная способность сети увеличится. Я говорю про софтфорк Taproot, который был на слуху этим летом во время активации майнерами и обязательно станет темой номер один осенью, когда его будут запускать в основной сети биткоина. Итого, разговоров о Taproot много, но что это такое? Как работает? Каким образом активируют? Что за конфиденциальность? И так далее. Никто не рассказывает. Я решил исправить эту проблему. Сделаю это в Блиц-формате и максимально простым языком. Напоминаю, что кому нравится такой формат, должен поставить лайк, чтобы я знал о вашем интересе к новым Блиц-видео. Итак, более 90% майнеров биткоина подтвердили поддержку обновления Taproot. Теперь его обкатают в тестовой сети. А далее нас ждет запуск в основной сети с помощью софтфорка. Примерное время – ноябрь 2021 года. Что такое софтфорк? Это когда обновление сети происходит без разделения блокчейна. То есть, когда Taproot активируют, пользователи не заметят ничего от слова совсем. Просто теперь при отправке транзакций появится ряд дополнительных возможностей, про которые расскажу далее. Последний крупный софтфорк биткоина был проведен в августе 2017 года, когда активировали поддержку SegWit. Обратите внимание, что прошло уже 4 года. А в блокчейне биткоина все еще используются транзакции без SegWit. Текущее принятие лишь недавно превысило 70%. С Taproot, вероятно, будет похожая картина. Также отмечу, что во время активации SegWit случился раскол в блокчейне и появился биткоин кэш. Так началась эра хардфорков биткоина. Но это было целенаправленное действие разработчиков и майнеров, которые выступали против SegWit. То есть, сам софтфорк тут ни при чем. Про желание создать новую криптовалюту на базе биткоина во время запуска Taproot пока никто не заявил. Что изменится в сети биткоина? После добавления Taproot, пользователи смогут применять подписи шнора. Каждая транзакция содержит уникальную подпись, которая по сути является подтверждением права владения. Более того, у биткоина есть сложные транзакции. Например, когда сразу два отправителя и каждый должен добавить свою подпись. При анализе блокчейна такую операцию легко отличить от обычной транзакции и установить всех участников. С помощью подписи шнора можно создать мультиподпись, которая будет включать данные о нескольких отправителях. Но для постороннего наблюдателя она выглядит как обычная транзакция, и он не сможет узнать ее подробности. В сети биткоина есть и более сложные сценарии транзакций. Например, средства можно потратить при согласии двух и более пользователей. Или есть ограничения по времени, например, заморозка на неделю. Все эти нюансы теперь можно будет скрыть при помощи мультиподписи шнора, что повысит конфиденциальность сети. А также они занимают меньше места, то есть в один блок майнеры смогут упаковать больше транзакций. В свою очередь, топрут – это следующий уровень применения подписей шнора, когда их использование будет распространено фактически на все типы транзакций в блокчейне биткоина. Лучший пример – это операция закрытия канала в сети Lightning Network. Она, кстати, продолжает развиваться и предлагает бесплатные мгновенные платежи в биткоине. Запуск топрут существенно повысит конфиденциальность использования Lightning Network, что сделает эту технологию более безопасной и востребованной. Друзья, я надеюсь, что вы узнали и поняли основную информацию по топрут. Надо ли сделать аналогичный обзор про Lightning Network? Пишите в комментариях. Также вы можете найти ответы на ваши вопросы в нашем канале в Телеграм, ссылка на который будет под видео. Спасибо за просмотр! Ваш Коинпост. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова